Как долго мы можем продержаться наедине с самим собой, абсолютно без гаджетов? Именно такой вопрос поставила перед собой психолог Катерина Мурашова, и это видео именно об этом. На самом деле мне очень сложно вспомнить день, в котором я ни разу не пользовалась бы своим гаджетом. Итак, по условиям эксперимента, подростки в возрасте от 12 до 18 лет не должны были в течение 8 часов пользоваться любыми гаджетами. Они могли рисовать, петь, заниматься на фортепиано, гулять с собакой. В общем, делать все, но не коммуницировать с другими людьми. Никаких телевизоров, радио, компьютеров и телефонов, само собой. При возникновении какого-то напряжения молодым людям разрешалось закончить эксперимент и рассказать потом, почему они, собственно, это сделали. При этом психологу казалось, что затея абсолютно безопасна. В принципе, если подумать, то действительно, что такого? Ну, 8 часов ребенок не посидит в телефоне. Вроде как ничего в этом такого нету. Но все оказалось совершенно по-другому. Из 68 участников, 68, практически 70, смогли дойти до конца только 3 человека. Три. Два подростка-мальчика и одна девочка. Только 7 раз смогли выдержать более 5 часов. Остальные просто заканчивали эксперимент, объясняя это тем, что я больше не могу. У меня голова кругом идет, и мне плохо от этого. Собственно, они заканчивали эксперимент. Причем у 27 подростков наблюдались вегетативные симптомы. Это головокружение, тошнот, жар, озноб, потливость. У кого-то даже доходило до панических атак. При этом вот чем занимались подростки весь этот период. Кто-то готовил еду, кто-то читал или пытался читать. Даже делали домашние задания, хотя это было лето. Смотрели в окно, шатались по квартире, складывали лего, рисовали, мылись, убирались в комнате. Играли с собаками, писали стихи. Один юноша прошел Петербург из конца в конец порядка 25 километров. Кто-то пошел в зоопарк, кто-то молился, кто-то катался на троллейбусах. Но, тем не менее, закончили эксперимент всего трое. По сути, исходя из таких результатов, мы можем сделать и вывод, что подростки не могут себя и не умеют себя развлекать без каких-либо социальных устройств. И на самом деле я не знаю, что было бы со мной, когда я проходила бы этот тест. 8 часов без гаджетов, предоставленные самому себе, то есть ни где-то на работе, ни с кем не общаясь. Я не знаю, что могло бы произойти со мной. Но, тем не менее, этот эксперимент заставляет нас задуматься о том, что нужно больше уделять времени именно себе. Нужно обязательно находить такие моменты, когда вы находитесь именно наедине с собой. Для меня это 100% прогулка с собакой. Тогда я погружаюсь в свои мысли целиком и полностью. И продумываю, например, видео, сценарий для видео. Также это принятие ванны или душа. Другой способ это чтение. Но во время чтения ты погружен в книгу, а не в свои мысли. То есть все равно ты, как бы можно сказать, не остаешься наедине с собой. Поэтому, ребята, я обязательно призываю вас огораживаться хоть немножечко в день от своих гаджетов. Они просто перегружают наш мозг, и вы это прекрасно, я уверена, знаете. Поэтому отложите в сторону телефон и лучше сходите погулять. Собственно, именно этим я сейчас и займусь. А вам пока-пока. Ах да, ребята, я вспомнила. Есть такое приложение Moment. Я оставлю ссылку внизу. Это для Apple продукции. Для андроидов, конечно же, есть какие-то еще приложения. Это приложение рассчитывает количество проведенных часов вами в день с вашим гаджетом, с телефоном. Я когда узнала, сколько я провожу в день за телефоном, я очень расстроилась. Я не буду показывать вам статистику. Ну, там прям большие цифры. И я пошла прям и наблюдаю теперь каждый день, сколько у меня уходит и когда я пользуюсь больше всего телефоном. Так что я очень вам советую, потому что это очень полезное приложение. Она открывает вам глаза. Вот, теперь все. Так что пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok